Все о Reaper 5 с Кенни Джоя. Урок 12. Группы треков. Хорошо, теперь разберемся с тем, как в Reaper можно объединять треки в группы. Я уже показывал вам, что для создания временной группы нужно просто выделить нужные треки. И вот мы перемещаем фейдер, и треки ведут себя в рамках временной группы. Но иногда нужна постоянная группа. Постоянная группа более функциональна. Сейчас я покажу вам, как она создается. Давайте снова выделим треки. Если требуемые треки находятся рядом друг с другом, для их выделения нажмите Shift. Если же они не рядом друг с другом, то на PC нажмите Ctrl, а на Mac и Command. И вот так можно выделить треки, не стоящие рядом друг с другом. Снимается выделение так же. Но в данном случае мы воспользуемся клавишей Shift. Выделим их все. И зайдем в меню Track. И вот тут внизу мы видим опции группирования треков. Вот тут группа включается и отключается. А вот тут мы можем задать параметры. И как вы видите, для этого существует комбинация горячих клавиш. Нажмите Shift G. И откроется вот такое окно. Но сперва хочу показать вам одну фишку. Вот эта область называется Toolbar, панель инструментов. И если сделать тут правый клик, то можно его настроить. Вот тут перечислены кнопки Toolbar. Вот они. И в этом окне мы можем добавлять свои кнопки. Сделаем это. Нажимаем кнопку Добавить. Открывается окно действий. В фильтре набираем Track Grouping. И вот нужное нам действие, которое включает и отключает группу треков. Выберем его. И вот тут внизу появилась новая кнопка. Вот как она выглядит. Иконку можно изменить. Вот тут. Выбираем Изменить иконку. В фильтре укажем трек. И давайте возьмем вот такую иконку. Вот так она выглядит. Сохраняем. Закрываем. И вот тут на Toolbar появилась новая кнопка. Она показывает, активирована ли группа треков. Когда мы отключаем группу вот здесь, кнопка гаснет. То есть вместо того, чтобы заходить в меню, группу можно включать с нажатием этой кнопки. Включаем группу. Выключаем. Теперь создадим группу треков. Выделим их все. Нажимаем Shift-G. Появляется вот это окно. Это окно работает несколько иначе. В заголовке окна говорится о том, что создается группа для четырех выделенных треков. Но это можно менять прямо на лету. Кликаю сюда. И вот уже группа для одного трека. Теперь для двух. Трех. То есть мы прямо по ходу можем менять то, что нужно сгруппировать. Закрывать окно при этом не нужно. Снова выберем все треки. И сделаем из них группу. Вот тут можно выбрать отдельные параметры, но мы выберем все. Теперь все параметры объединены в группу. Закроем. И активируем группу. И видите, появились вот такие красные линии. Ими помечены те параметры, что входят в одну группу. Это фейдер, кнопка мьют, колесо панорамы, соло. И теперь, меняя каждый из этих параметров, меняться будет вся группа данных параметров. Фейдер, панорама, мьют, соло. То есть все эти параметры объединены в группу. И мы это видим благодаря вот этим линиям. Если группу отключить, линии исчезнут. И параметры больше не будут частью одной группы. Снова активируем группу. Вернемся к параметрам. Снова все выделим. Shift G. Теперь разгруппируем их. Нажимаем никакой. И треки разгруппированы. Снимем выделение. Перемещаем фейдер. И он перемещается независимо. Функциональность постоянных групп заключается в том, что мы можем группировать отдельные параметры. Снова выделим треки. Откроем окно группирования. И теперь давайте сгруппируем только отдельные параметры. Выберем громкость. Как мастер, так и слейв. Я потом объясню, что это. Выберем панораму. Мьют. И соло. Не будем включать в группу полярность и готовность к записи. То есть теперь, при снятом выделении, мы можем перемещать фейдеры как группу. То же самое с панорамой, мьютом и соло. Но если мы нажмем инвертировать полярность, то она не является частью группы. Или если хотим записать что-то, запись будет идти только на выделенном треке. То есть объединять в группу можно только некоторые параметры. Давайте покажу вам, где это вам может здорово пригодиться. Выделю треки. Снова открою это окно. Очищу его. Теперь выберем только готовность к записи. Вот тут. Закроем окно. Видите, красными линиями помечены только кнопки записи. Ни фейдер, ни панорама, ни мьют в группу не входят. Только вот эта кнопка. Мы сгруппировали только кнопки записи. Допустим, мы записываем треки. Много барабанных и гитарных треков. В этом случае, когда группа в студии готова к записи, вы можете активировать запись сразу на нескольких треках. А потом, когда нужно послушать результат, быстро выйти из режима записи сразу на всех треках. Не нужно выделять их все по очереди и активировать запись. Вот так. Или вот так, сначала выделив их все, и потом нажав кнопку. То есть созданная нами группа делает только одну вещь. Активирует режим записи сразу на всех треках. Такая узкоспециализированная группа. Давайте ее очистим. Нажав «Никакой». Вот тут можно выбрать номер группы. Всего их может быть до 32. До сих пор мы вносили изменения в первую группу. Но мы можем создать несколько групп. Покажу еще кое-что. Вот тут внизу можно выбрать «Обратить громкость» и «Обратить панораму». Вот как это работает. Выберем только этот гитарный трек. Откроем окно группы. И теперь можем настроить только этот трек. Выберем «Громкость» и «Панораму». Теперь выберем второй трек. И делаем то же самое. Только вот тут выберем «Обратить громкость». Только на втором треке. Теперь при перемещении фейдера на первом треке влево, фейдер на втором треке будет перемещаться вправо. Они изменяют свое положение одинаково, но зеркально. Перемещаем фейдер. И звук колеблется слева направо. То же самое можно сделать с панорамой. Выберем теперь второй трек. И выбираем «Обратить панораму». Теперь крутим колесо панорамы на этом треке. Сейчас трек в левом канале. Колесо панорамы на втором треке при этом движется в противоположную сторону. Выводим в правое положение. Здесь панорама уходит влево. Возвращаем влево. Здесь панорама уходит вправо. То есть эта опция заставляет другой трек вести себя зеркально. Но важно, чтобы эта опция была отмечена только на втором треке. На первом треке эта опция не должна быть активирована. Мы делаем так, чтобы второй трек вел себя зеркально по ведению первого трека. Теперь разберемся с мастер и слэйв. Выделим все треки. Очистим. И сделаем группу только для барабанов. Выделяем вот эти два трека. Для бочки мы создаем мастер и слэйв. Выбираем все параметры. И вот мы отметили все параметры, как в колонке мастер, так и в колонке слэйв. А для малого барабана мы выберем только слэйв. Тоже все параметры. Закрываем окно. Теперь, изменяя громкость на треке бочки, мы видим, что треки ведут себя как группа. При мутировании, солировании. Но трек малого барабана ведет себя только как слэйв, как ведомый трек. Он не может контролировать мастер или ведущий трек. Поэтому его регуляторы можно перемещать независимо. А регуляторы этого трека управляют всей группой. Именно так и работают мастер, ведущие и слэйв ведомые треки. То же самое сделаем с гитарными треками. Выделим первый трек. Открываем окно. И создаем вторую группу. Потому что первая группа у нас для барабанов. Мы можем назвать ее. Теперь сразу видно, что делает данная группа. Перейдем ко второй группе. Назовем ее. И во второй группе для первой гитары мы выберем все параметры. А для второй гитары только слэйв параметры. То же самое. Перемещая теперь регуляторы на первом треке, мы наблюдаем поведение группы. Но если будем регулировать второй трек, то изменения будут касаться только этого второго трека. Обратите внимание, что разные группы помечены разными цветами. Первая группа помечена красными линиями, а вторая группа — зелеными. Это позволяет отличать группы друг от друга. Итак, этот трек ведущий и ведомый одновременно. Этот только ведомый. Этот и ведущий, и ведомый. А этот только ведомый. Мы можем создать только ведущий трек. Создадим новый трек. Переместим его наверх. Хотя этот трек не обязательно должен быть наверху. В этом состоит отличие треков папок. Он выделен. Откроем параметры. Давайте в барабанной группе сделаем его только мастер, ведущим треком. Не двойным. Во второй группе сделаем то же самое. Только ведущий трек. Теперь этот трек только ведущий для обеих групп. Изменение его параметров приводит к изменению параметров на всех треках. Регулируем тут. Параметры меняются только в пределах этой группы. То же самое и здесь. То есть у нас получилась трехуровневая группа. Это ведомый трек. Этот ведущий и ведомый одновременно. Этот ведомый. Этот ведущий и ведомый. И только ведущий. Поскольку вот этот трек только ведущий, то вот эти два трека, хотя и являются ведущими, все равно не могут контролировать вот этот первый ведущий трек. Потому что он не является ведомым. Я знаю, что это кажется запутанным, но смотрите, этот трек может только вести кого-то. Он только мастер. Этот трек и ведущий, и ведомый. Этот только ведомый. Тут и то, и другое. А этот только ведомый. Запомните, что мастер трек не может управляться слейв-треком. Это очень мощная и функциональная система. Давайте все очистим. Выделим их все. Очистим. То же самое в группе гитар. Теперь ни один из треков не входит ни в какую группу. А вот тут внизу мы можем сохранить флажки по умолчанию. Это очень крутая штука. Давайте начнем с этих двух барабанных треков. Вернемся в группу барабанов. Давайте представим, что у нас есть набор параметров, которые мы обычно любим группировать. Например, это громкость и панорама в обоих режимах. Мастер и слейв. Также мы обычно группируем мьют, но не соло и не фазу. Но зато готовность к записи. И допустим, это для нас идеальный набор настроек по умолчанию. И вот тут это можно сохранить. Сохранить флажки по умолчанию. Теперь если мы все очистим, и теперь выберем вот эти два трека, нажмем «Загрузить флажки по умолчанию», то нужные нам параметры тут же отмечаются флажками. Нам не нужно их отмечать. Для гитар можно сделать то же самое. Выделим гитарные треки, заходим в гитарную группу и жмем «Загрузить флажки по умолчанию». И они загружаются. Это здорово экономит время. Настройки по умолчанию также работают в матрице групп. Давайте покажу вам. Давайте все очистим в обеих группах. Вот тут в меню «Вид» мы можем открыть матрицу групп. Вот как она выглядит. Треки показаны здесь, а группы здесь. Создавать группы можно прямо в этом окне. В барабанную группу добавим бочку и малый барабан, а акустические гитары добавим в гитарную группу. При этом параметр треков, добавляемый в группу, зависит от ваших флажков по умолчанию. То, что вы загружаете вот здесь. Выделим треки. Вот эти параметры будут объединены в группу. В этой группе и в этой. В этом окне группы показаны глобально. И регулировать группы можно прямо в этом окне. Кликаем по барабанной группе. Выделяются барабанные треки. Нажимаем Shift-G. Внесем какие-нибудь изменения. Например, уберем мьют. Добавим соло. Закроем. Изменения вступили в силу. Выбираем гитарную группу. Выделяются гитарные треки. А по правому клику открывается окно с параметрами. Уберем панораму. И вот так мы отрегулировали группы. Делая правый клик вот здесь, мы настраиваем те треки, что выделяются. А кликая вот здесь, мы регулируем только данный трек. Давайте настроим параметры этого трека. Обратим громкость, панораму. И вот как это работает. Громкости и панорамы работают зеркально. Иногда хочется более подробного отображения групп. Потому что в этом окне мы видим только настройки групп по умолчанию. А если нужен более подробный вид, то нужно поставить флажок вот тут. Теперь мы видим все группы. Вот барабанная группа, гитарная. И можно прокрутить экран, чтобы увидеть их все. И прямо в этом окне мы можем создавать группы и регулировать их параметры. Давайте теперь все сделаем по новой. Начнем сначала. И снова создадим группу с мастер, мастер и слейв, и слейв треками. Вот наши барабаны. Первый трек был мастер треком. Кликните тут один раз, и трек будет и мастером, и слейвом одновременно. Кликните еще раз, и трек будет только мастером. Кликните еще раз, и трек будет только слейвом. Сделаем его мастером. То же самое нужно сделать и с параметрами. С панорамой, мьютом и соло. Это можно сделать быстрее. Кликните один раз, и затем протащите мышь по всем параметрам. Вот наш первый трек. Вот он. Он только мастер. То же самое сделаем с гитарной группой. Кликаем один раз. Теперь это мастер трек. И теперь просто протаскиваем мышь по всем параметрам. Теперь бочку сделаем и мастер, и слейв треком. На всех параметрах. Этот трек будет на всех параметрах с слейв треком. Кроме VCA. Я расскажу об этом позднее. В гитарной группе отметим гитарные треки. Этот трек будет и слейв, и мастер треком. А этот будет только слейв треком. Сейчас мы повторили все то, что делали до этого. Но только в этом окне. Этот трек управляет всеми другими. Потому что он мастер. Этот трек мастер-слейв для барабанов. Этот только слейв. Этот мастер и слейв для гитар. А этот только слейв. Вот что такое группа треков. Но нужно еще сказать, что нажав клавишу Shift, мы все это отключаем. Удерживаем Shift. Перемещаем фейдер. Мютируем. Группа деактивирована. Это то же самое, что и вот эта кнопка. Просто Shift нажать быстрее. Нажимаем, регулируем панораму. Трек ведет себя независимо от группы. Отпускаем Shift. Группа снова активирована. Зажимаем Shift. Трек ведет себя независимо. Ну вот и все. Вот что такое группа треков в Reaper. Поехали дальше.